Добрый день, с вами Алексей Савельев. Сегодня мы поговорим о фильтре Warp Stabilizer, предназначенном для удаления нежелательных движений камеры. Я уже загрузил клип, на примере которого мы это разберем. При воспроизведении, как видите, все эти движения прекрасно видны на заднем фоне, которых быть не должно. В идеале должны двигаться только люди. Как работает фильтр? Фильтр автоматически анализирует сцену, вычисляет точки, которые, по его мнению, должны быть неподвижными и начинает относительно этих точек вращать сам кадр, то есть поворачивать, масштабировать и смещать. В результате мы видим неподвижную картинку, но появляются вращающиеся рамочки данного кадра. Чтобы этого избежать, фильтр Warp Stabilizer предлагает несколько опций. Он может либо подрезать кадр, оставив черные поля, за пределами которых это вращение, и просто не видно. Либо может увеличить кадр, что, на мой взгляд, нежелательно, поскольку появляется пикселизация, и качество кадра падает. Но, опять-таки, в некоторых ситуациях это применимо. Например, если снимали на камеру Full HD, а монтируем в формате стандартного разрешения, тогда у нас запас большой, можно масштабировать сколько угодно. Тогда бы этот алгоритм нас полностью устроил. Ну и, собственно, давайте на примере быстренько посмотрим, как это делается. Значит, открываем окно Effects. Если вы его не видите, можно достать его из окна Window, щелкнув по строчке Effects. Значит, чтобы найти наш фильтр, нужно набрать одно из слов и его название, поскольку он называется Warp Stabilizer. Проще всего набрать слово Stop от Stabilizer, да? Когда я набрал Stabilizer, значит, вот он нашелся. Левой кнопочкой мыши бросаем его на клип, и автоматически запускается процесс анализа нашего видеоизображения. То есть автоматически вычисляется, что же является фоном, который должен быть, собственно, неподвижным. Пока это делается в фоновом режиме, мы можем рассмотреть в окне Effect Controls, какие у нас есть настройки доступные. Значит, по умолчанию выставлены не полное удаление движений, да, камеры, а плавные мягкие движения, Smooth Motion. Вот. И в большинстве случаев это и приносит желаемый результат, то есть мягкие плавные движения камеры, которые, естественно, выглядят, и уже не требуют сильно кромсать нашу видеокартинку, сильно ее приближать и так далее. Вот. Перешел во вторую фазу процесс по смене картиночки. В оранжевый цвет мы это видим. И появилась надпись уже не аналайзинг, а стабилайзинг. Собственно, стабилизация пошла, поскольку мы ничего не изменили. Вот. И, значит, была бы доступна опция, если бы мы ее выбрали, да? То есть она бы называлась No Motion. Мы ее попозже рассмотрим, поскольку процесс уже завершен. с настройками по умолчанию. И можно просмотреть, собственно, что же произошло. Чтобы воспроизведение было зацикленным, поскольку файлик короткий, я включил в окне Program, вот здесь вправо наверху, в выпадающем меню, выбрал режим Loop. То есть вот сюда щелкнул один раз, да? Вот так. И после этого воспроизведение данного клипа у нас будет зацикленным. То есть даже если просто мы нажимаем пробел, воспроизведение пойдет от начала клипа до его конца, и потом автоматически Playhead, значит, наш бегунок вернется к началу клипа, и все начнется заново. Вот. Если мы посмотрим на картинку, то, как видим, стабилизация произошла, очень мягко, плавно движется камера, и, собственно, на этом можно было бы урока закончить, потому что значения, выставленные по умолчанию, как правило, прекрасно работают, и ничего здесь менять не нужно. Но для самых пытливых, да, давайте разберем, что же здесь есть еще. Процесс вот этого сглаживания, Smoothness, можно регулировать. По умолчанию он 50%. Можете поэкспериментировать, сделав более плавное движение камеры, либо менее плавное, уведя влево, да, это число. Значит, есть вариант No Motion. Давайте просчитаем в этом алгоритме. Запустился процесс стабилизации повторно. И в данном случае мы получим абсолютно неподвижный фон, и двигаться будут только, собственно, наши герои сцены, да, что мы, собственно, и видим при воспроизведении. Но ценой этому появились лишние пикселы, лишний шум, потому что картинку пришлось приблизить при этом достаточно сильно. Вот. Поэтому, как я уже говорил, предпочтительным все-таки был бы Smooth Motion режим. Вот. Картиночка отдалилась сразу. Выглядит менее убитой, да, потому что ее не пришлось так сильно приближать, для того, чтобы стабилизировать. Вот. Ну и еще, кроме вот этого алгоритма, SubSpace Warp, самого передового, который вот только что здесь и появился, в шестой версии премьеры, есть еще более простые методы стабилизации, и, значит, специалисты Adobe рекомендуют оставить все по умолчанию, но если вас что-то очень сильно не устраивает в результатах просчета, тогда уже плавно перемещаться на предыдущий алгоритм, если и с ним не устраивает, тогда еще на предыдущий и так далее. Вот. То есть перебирать все эти режимы от последнего к более ранним. То же самое касается режима обработки рамок, да, то есть по умолчанию стоит стабилизация, подрезка и автомасштабирование. Автомасштабирование можно отключить, оставить только кроп. В частности, меня бы это устроило, потому что это вообще исключает приближение картинки, масштабирование, и мы совершенно не теряем резкость в процессе стабилизации.